Начинаем работать. Мы снова в 13-й главе книги про Руха Ишайяву. Сейчас открываем наши книги, пожалуйста, уважаемые друзья. 73-я страница вот здесь, видите, где написано «Ютгимел», послухали. Прямо вот, с начала этой всей истории мы говорили в прошлый раз о неких глобальных вещах, общих моментах, касающихся четырех царств, касающихся вообще преемственности между этими четырьмя изгнаниями еврейского народа. И связи этих четырех вещей с очень большими глобальными моментами в еврейской традиции, которые показывают, что вообще вся эта система из четырех царств – Вавилона, Персии, Греции и Рима – она, захватывая несколько сот лет человеческой истории, проецируется нашими мудрецами на многие другие процессы. Что вот этот вот исторический, историко-политический и военный, в том числе, естественно, процесс, который происходил при смене власти, тогда, когда персы побеждали Вавилон, покоряли его, тогда, когда греки обижали персов, и тогда, когда не только греки, вы знаете, македонцы больше, но те, кто от греков происходил, Александр Македонский побеждал. И после этого римляне, которые полностью, естественно, первым делом подчинили себе своих соседей, и Грецию в том числе. То есть вот этот вот процесс взаимозаменяемости, он к чему-то ведет, он что-то показывает. То есть в политическом плане, как мы, в общем-то, довольно-таки легко можем убедиться и понять, просто по факту изучения этого исторического процесса, действительно, сильнейшая, можно сказать, могучая Вавилонская империя, она уступает место персам, которые тоже, ахимениды тоже очень сильная империя, но она как-то слабее, она как-то менее может быть организована и воинственно, как-то более раздроблена. Потом на место их появляются греки и македоняне, которые вообще не смогли в итоге создать настоящую крепкую долговечную империю. Ну, за несколько лет своих походов Александр Македонский что-то сделал, до него и его отец Филипп, но в принципе такой большой и долговечной империи не было, и после этого все приходит к очень длительному и очень мощному, казалось бы, господству Риму. То есть они, да, создают империю. То есть вот эти вот начало и конец Вавилона и Рима, они до какой-то степени сравнимы, потому что сила Вавилона и отношение к нему, в том числе в наших святых книгах, очень такое уважительное, и мы понимаем, что Рим тоже был сильнейшей империей, и он таки, да, очень долго существовал. Но чем это все заканчивается? Заканчивается это, как мы знаем, не просто разрушением, не просто падением Рима, это заканчивается абсолютным разрушением культурных царств. То есть фактически на развалинах античности, античной Греции и Рима возникает, ну, при всем желании быть толерантным, я вынужден это сказать, совершенно дико суеверная идеология христианства. В первые века своего существования, и в том числе даже и в средние века тоже, христианская идеология, она была совершенно дикой, необразованной, не позволявшей образование, запрещавшей образование. Там два с половиной человека это образование имели, но людей в основном держали в абсолютной, глубочайшей темноте, как у нас это, собственно, называется, когда мы говорим «средневековье». Что мы имеем в виду? Мы именно вот этот вот момент имеем в виду. Очень болезнен для человеческой истории, потому что вроде как Греция и Рим, они подняли культуру человечества на очень высокий уровень в это право. Сработанный еще рабами Рима, как сказал известный поэт, трибун революции, он один чего стоит, а потом выясняется, что после этих римлян, которые постоянно мылись, как, собственно, и евреи, которые всегда мылись и боролись за то, за право постоянно мыться, как мы знаем из Талмуды, из трактата Шаббата, есть удивительные отрывки, просто поразительные отрывки, в то время, когда уже в Европе давно все забыли, зачем это вообще делается, и почему нужно тратить столько времени на этот идиотизм, проводить время, вот обливая себя водой. Это же больные люди просто какие-то. Стоят и обливаются. Зачем они это делают? Когда в это время можно пожрать, как сказать, поспать, сходить куда-нибудь, кому-нибудь, да, понимаете, получить удовольствие от жизни, поохотиться, пострелять в соседа, в конце концов, можно сделать столько замечательных вещей. В этот момент человек тратит час своего времени, каждый день, на то, чтобы сидеть в какой-то ванне, обливаться чем-то. Безумные люди абсолютно. Так вот это вот написано в наших книгах, и это было в античные времена тоже, они тоже приучали себя к чистоте, у них была довольно высокая культура. И вдруг это все, вот этот весь процесс, который начинается с Вавилона и заканчивается Ривом, он заканчивается в итоге. После этого процесса приходят времена варваров, культура разбирается на запчасти, не остается буквально камня на камне, и только христианская цивилизация, которая начинает строиться с того, что одни преследуют других по идеологическому признаку, начинают убивать, начинают вырезать, начинают на всякий случай выкапывать из земли уже закопанного епископа, потому что оказалось, что есть свидетельство, что он был недостаточно идеологически правильной личностью, так его выкапывают обратно, потому что его похоронили с почестями, а такого злодея нельзя же, и его трубы сжигали, чтобы было неповадно. Бедный этот уже давно не с нами, ему уже давно все равно. Но, чтобы все видели, вот этот кошмар, который начался, и который продолжался, как вы понимаете, где-то с V-VI века заканчивая чуть ли не тысячу лет, это все продолжалось. То есть, фактически этот процесс... Фактически больше. Ну, я имею в виду, что все-таки, понимаете, в XVI веке, например, уже начался какой-то процесс... В Европе. Да, в Европе уже начался какой-то процесс, более-менее очеловечивание всего этого. Ну, конечно, именно в XVI веке там этого сожгли, этого чуть не сожгли, этих всех. Да, это да. Параллельно же был рассвет ислама. Да, это другая история. Мы с ними пока здесь не имеем прямой связи. Мы говорим о Европе и о том, как вот это вот междуречье, о котором мы говорим, и потом Рим, то есть фактически европейская цивилизация, как они вместе вот эту всю структуру образовали, и в результате все пришло к такому безумному разрушению потом. На самом деле, это совершенно четко написано в книге Даниэля. Удивительная вещь. В очередной раз мы видим, насколько точно, детально исполняются пророчества наших книг, что вот эта вот картина, знаменитая с колоссом на глиняных ногах, о которой мы говорили в прошлый раз, когда золотая голова – это Вавилон, тело серебряное – это Персия, ноги медные – это Греция, и ступни железные, стоящие на глине – это Рим, значит, во сне это все приснилось на мукононосору, на мукононосору, который был золотой головой. И в итоге вот этот весь колосс, он абсолютно полностью разбивается, разносится в дребезги. То есть не остается ничего. Не то, что где-то лежит обрывок от золотой головы, где-то кусок, фрагмент от серебряного тела, ничего, в пух и праха разлетается. Вот этот вот момент, который он увидел во сне, и как ему, собственно, это и объяснил Даниэль, это страшная вещь, это точное совпадение с тем, что реально произошло в истории человечества, когда высокая культура полностью разлетелась в оправку, и бедные евреи, одни, со своей культурой, которую никому не собирались отдавать, они остались, опять-таки, конечно, в преследуемом состоянии, с диким количеством проблем и неприятностей, но во всяком случае со своей культурой продолжали, упорно продолжали мыться, понимаете? Просто маниакально настаивали на том, что это надо делать. И не только это, вообще. То есть они продолжали, евреи всегда продолжали держаться за свои ценности, за свой вот этот вот талмудический интеллектуализм, задавали всякие свои хитрые, логически запутанные вопросы. То есть это все всегда было, мы всегда остаемся теми, кем являемся. Но вот этот вот четырехступенчатый процесс, который мы видим в истории, он, скорее всего, приложил к самым разным элементам мироздания. То есть процесс, который начинается с высокой точки, и потом постепенно, постепенно с горочки, с горочки, и причем в конце кажется, что нет более незыблемых, что такая мощь, такие железные ступни, такой был Рим непоколебитель. Действительно, люди, которые понимали, что такое Римская империя, которые в ней были, которые писали об этом, у нас куча свидетельств, они считали, что это кошмарное, могучее образование, совершенно вечно такое, то есть с ним вообще ничего не может произойти. И мы снова и снова вспоминаем, что вот это вот ощущение, что ничего не может случиться, которое возникает именно тогда, когда вот-вот уже все разлетится просто вопрак. Это наше с вами ощущение, когда мы с вами жили при Советском Союзе, и в какой-то момент, допустим, незадолго до смерти Брежнева, Деонида Ильича, значит, ощущение было, что Советский Союз, он абсолютно незыблемый вечер, что просто не может быть никак иначе. И, собственно, именно так к этому все подходили. Только после того, как Союз разрушился, приказал долго жить, все начали говорить, о, о, все так и должно было быть. Наверняка так к этому все шло. Конечно, к этому все шло, но мы-то и этого ничего не видели, не понимали, никто не видел. Все считали, что это настолько организованная машина. КГБ, наша дорогая, любимая КГБ, Советская Армия, все так организовано. И вроде как, некий боевой дух есть у кого-то, кроме кучки отвратительных диссидентов, которые или сидят, или их все равно выгодят. Понимаете? То есть сплоченность советского народа, вот это вот все, что и вдруг оказывается, что это все абсолютно распадается в опрах. Эти железные ступни, они, оказывается, опять стоят на глиняных основаниях, и стоит выбить эту глину, но все просто разлетается в ничто. Вот этот вот процесс, который начинается с очень высокого, красивого, золотого чего-то, и заканчивается вот этим вот абсолютным погружением во тьму. Разрушение. Как Вы считаете, это связано с кризисом идеологическим? То есть идет разрушение идеологии, а потом идет разрушение государства? Вы понимаете, наверное, эти вещи очень связаны друг с другом, но то, что кризис идеологии имеет огромнейшее значение. Для этого делать совершенно очевидные вещи. Потому что что мы видим? Что в какой-то момент, то есть и вавилонская идеология, и персидская идеология, которые, в общем, были долопоклонскими и довольно слабыми, именно с точки зрения, так сказать, идей, они были довольно слабыми. Они были довольно сильными, потому что они аккумулировали евреев. Умница, злодей, чудовище, все через дефис наукононоса, забрал себе этих евреев, специально коллекционировал гениальных еврейских мальчиков. Когда он уходил со святой земли, он понимал, что нет дороже вот этого вот товара золотого, еврейские мозги. Поэтому голова золотая. Голова золотая не потому, что он там один такой золотой. Потому что это был коллекционер еврейских талантов. Вот этих самородков, Даниэль, Ханани, Мишаэль, Азарь, все эти гениальные люди, которых он собрал у себя под боком и специально держал во дворце, и специально кормил. И он очень хотел пригласить еще самую главную еврея этого поколения, пророка Ермияна. Он очень хотел, чтобы пророк приехал к нему. Тот просто отказался, сказал большое спасибо. То есть он как раз-таки к себе их тянул. Он считал, что именно благодаря этому может подняться страна, может быть цветущей все, что там происходит и в экономическом, и в политическом, и в главном, интеллектуальном плане. И они действительно это делали. Они работали при нем. Они были вот этими с Алисейбами, они были вот этими министрами, руководителями министерства ведомств. Как мы говорили, у Навуходоносора и в особенности Даниэль, который вообще просто вот взял в руки это все и которого чуть ли не обожествлял Навуходнисар, считал, он гениальнейшая личность, супер-еврей. То есть как просто вот как его был персональный компьютер такой божественный. Еврейская голова такая была у Даниэля. То есть вот это вот все это, конечно, сделало эту голову золотой. Потом персы. Надо сказать, что они тоже использовали. Они тоже понимали, что евреев надо аккумулировать при персидских царях. Обязательно сидели эти евреи. Они помогали уже другое поколение. Там был Нехемия, там был Эзра, там был Зрубавель. Были люди, которые сидели рядом с этими. Мардыхай, естественно, вместе с Эстером. То есть это были люди, которые находились рядом с персидскими царями. И несмотря на их антисемитизм, они ненавидели евреев. Как все нормальные люди, они относились к нам очень плохо. Но при этом они понимали, что надо держать еврея рядом с собой, потому что голова такая, еврейский мозг, это не роскошь, а следствие передвижения. Это такой рабочий механизм, без которого никакое нормальное государство и правительство не должно работать. Этих евреев надо приобщать ко всему, при всей ненависти. То есть от себя с презрением, но они должны быть. Греки совершили резкий поворот, потому что и греки, и македоняне считали себя сам-сосам, что мы сами умные, у нас у самих культур-мульту, и поэтому нам вот эти жиды с их отжившими идеями и отжившей идеологией не нужны. Мы теперь впереди планеты всей. Что произошло? Что на первом этапе, на первом этапе греки действительно вышли на очень яркие и высокие позиции и в культуре, то есть в литературе, в искусстве, в политике, во всем. И македоняне это продолжили. А потом что произошло? Потом Рим именно с идеологической стороны. И главное, с морально-этической стороны начал чудовищно разрушаться. То есть история Рима, история римских императоров, это, ну, знаете, не просто не для детей младшего, среднего и даже старшего школьного возраста. Это и не для взрослых. То есть если читать то, что они в действительности творили, что там происходило, при товарища Каллигуле, при товарища Нероне, еще раньше при товарища Тиберии, что делалось вообще? Как с людьми, люди, живые, с живыми людьми обращались? То есть какие чудовищные мучения, пытки, истязания устраивались вот для того, чтобы просто получить удовольствие вообще ни для чего другого, не потому, что я его не люблю, не потому, что он мне не нравится, как Каллигуле мучил своих людей, потому что они хорошие, например, он истязал одного из своих близких стражников, помощников, потому что он был очень честный человек, честным людям, хорошим, прямо сидит летописец и записывает за ним, что он говорит, да? То есть честным, хорошим людям не выжить в нашей жизни, в нашей ярости, говорил он, и истязал его так чудовищно, что это невозможно просто повторять и представить, что они делают, видели? И это было развлечением, и это с поколения в поколение, и механизмы, то есть именно культурные, то есть механизмы, связанные, так сказать, с заводами и фабриками, которые это изготавливали, то есть вот эти все машины для пыток, невероятно интересные, удивительные просто. То есть если бы это не человеческие головы таким образом отрезали, а, например, снимали кочаны капусты с поля, то это была бы просто потрясающая машина, замечательная, то есть были настоящие открытия, откровения в этой области, индустрия человеческих истязаний работала в стране. И это все вот было четвертой стадии, которая происходит после третьей, когда отдаляют евреев, евреи не нужны. Мы сами разберемся, что происходит, что вот этот наш этический камертон, еврейский этический камертон нашей ценности, что Бог сказал, этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя, это все выкидывается, это нам не нужно, мы сами разберемся, и вот они таким образом разобрались. И это при том, что в Риме, как вы понимаете, отношение к евреям было крайне негативно, очень тяжело. Нам тяжело пришлось в Римской империи, мы пережили очень тяжелые всякие моменты, сначала вроде пытались подружиться с ними на первом этапе, и вроде заключили договоры, как мы с вами говорили, именно дети первосвященника Йоконана заключили, это один из детей, заключил договор с Римом для того, чтобы как бы противодействовать македонянам, сам пустил козла в огород, то есть, ну это как всегда, евреи всегда во всем сами виноваты, это известная вещь, но при том, в итоге, когда действительно Иудея была захвачена Римом, был протекторат, все эти моменты, они были связаны, конечно, с плохим отношением, они считали нас варварами. Это они с их вот этой вот индустрией, человеческих истязаний, с этим вообще, с этим культом войны, с этим кошмаром, с захватнической, всей этой политикой, что они рубили в капусту всех, кого не попадет, они нас считали варварами. То есть, они были прогрессивной и просвещенной частью человечества, а мы далеко остались позади. Результат налицо. В итоге, все это разрушается вопрак, что остается? Остается изуродованный иудаизм. Изуродованный иудаизм, я имею ввиду, конечно, христианскую религию, на развалинах этого Рима, который просто полностью перестает существовать, полностью разрушается вся цивилизация, вся культура, ничего не остается, значит, огрубленный, отупленный, ну, я прошу прощения, но это факты, связанные именно с тем, что, ведь, талмудическую эту традицию не переняло христианство, оно переняло святые книги, оно их узаконило, оно их канонизировало, но весь интеллектуальный цимес, понимаете, все содержание, всю работу мозга еврейского, естественно, они не могли канонизировать и перенять, для этого они должны были все стать евреями, они были, как вы понимаете, не готовы, они наоборот, хотели для простых людей религии, для людей, которых надо успокоить, то есть, вот, они угнетаемые, они несчастные, они рабы, а им нужна такая религия, которая даст им надежду, надо упроститься, на вечное спасение, и что им сейчас, Талмуд, трактат Баумицыи преподавать, конец света, понимаете, этот человек, он на первом, на первом повороте логики, у него же все сломается, уже, так сказать, часы перестанут, шестеренки одна за другую цеплять, понимаете, поэтому это все, естественно, они не могли никуда тащить с собой, они взяли, десять заповедей на основу, еврейский век, украли, да, канонизируют, присобачивали вторую часть, и это был, ну, упрощенный, сначала же все соблюдали еврейский закон, вы знаете, то есть, первый, на первом этапе, очень упрощенный иудаизм, арианцы были гораздо ближе к иудаизму, потом их, как вы понимаете, всех порезали и пожгли, потому что все-таки считали, что это слишком сложно, настоящая причина все-таки в этом, вот, что нужно было отходить, нужно было создавать свою, вот, это вот католическую структуру, восприятие всех этих ценностей, то есть, что мы видим, что в итоге все равно мир вернулся к еврейскому, только он вернулся в совершенно ужасном, изуродованном виде, и культура была потеряна, то есть, о чем идет разговор, когда Александр Македонский, вот этот же был момент абсолютно ключевой, когда он проходит через Иудеи, встречается с первосвященником, и прямо оказывает первосвященнику великие почести, и говорит ему, что его образ, я вижу, в момент, когда я воюю, вот образ этого человека, он как будто помогает мне побеждать, знаменитое место в том, и шел, и не шел, поговорили, разошлись, то есть, это был момент очень-очень важный, если бы в эту секунду состоялся мэридж, как мы говорим, состоялось соединение того, что осталось от греческого македонства, македонской культуры, с иудаизмом, если бы они могли как-то договориться, если бы, например, Александр Македонский сказал, знаете что, давайте-ка я возьму к себе советниками евреи, как делали до меня мои персы, которым я физиономию начистил, как делали вавилоняне, которых победили персы, дай-ка я к себе евреев возьму, вообще неизвестно, куда бы это все поехало, совершенно неизвестно, как бы разбирались дальнейшие события, что было бы с Римом, в каком состоянии был бы этот Рим, в каком состоянии вообще была бы политика, если еврейскую голову бы резко подключили к авангарду цивилизации, как это было раньше, но ее не подключили, не произошло этого великого соединения, и что произошло, что авангард цивилизации идет без евреев, и поэтому его этическая сторона, нравственная сторона, страшно страдает, в итоге заканчивается Римом, всеми кошмарами и ужасами аморальными, которые там происходят, в результате Рим разрушается абсолютно в клочья, а что остается, цивилизация разрушена, остается некая выжимка от евреев, на пепелище от этой культуры, то есть если бы культура соединилась с евреями, то может быть в результате всего этого процесса была бы совсем другая вещь, то есть может быть можно было бы сохранить бы античную цивилизацию, которая росла, Вавилон, Персия, Греция, Рим, развивалась, то есть можно было бы сохранить то, что хорошее было, и там литературу, и науку, и отношение к определенным моментам духовным, то есть философии, все это можно было бы как-то сохранить, и как-то соединить с чем-то, то есть сделать во всяком случае некую религию для всего прогрессивного человечества гораздо более культурной, и гораздо менее кровавой в итоге, потому что бескультурные люди, они опасны, это же известная вещь, ну, римляне показали, что культурные люди опасны гораздо больше, это отдельный разговор, да, но уж то, что человек, который, да, у которого вот есть одна книга, и он говорит, что только эта книга правильная, и он больше никаких книг не читал, он, когда он видит человека в руках с другой книгой, он уже хватается за пистолет, это нормальная реакция, потому что, это что у него? Этого не должно существовать, потому что одна книга есть, одна, другой нету, и это то, что произошло с христианством, когда они начали друг друга рвать на куски, потом на евреев перешли, потом еще на кого перешли, то есть это был страшный момент, поэтому вот этот процесс разрушения, он очень-очень характерен, тогда, когда ты отрываешь, это очень уже глубокая вещь, последняя буквально эту тему, сейчас мы вернемся к тексту, когда ты отрываешь первые две буквы имени от вторых двух букв, это загадочный момент, но очень важно, значит, вы понимаете, что первые две буквы имени, ют и эй, это как они соответствуют Вавилону и Персию, ну не в том смысле, что Вавилон и Персия такие святые, как эти буквы, не дай Бог, но некая, как бы, тень от этих букв на темной стороне мира, на эти две культуры, и в чем дело, это как бы материнские буквы, то есть это папа и мама, то есть родители, они называются первые две буквы, а вторые две буквы называются сын и дочка, мужская и женская, уже на уровне следующего поколения, и что должно быть? Должна быть налажена связь, от второй буквы должна проходить связь к третьей и четвертой буквы, когда, не дай Бог, это дело разламывается, это считается знаком антисемитизма, потому что, мы знаем, про Амалека написано, про главного антисемита всех времен, Ядаркеско, что Всевышний как будто бы представляет в этом мире только часть своего имени, только первые для буквы, как будто бы вторые, третьи и четвертые, как будто бы, не дай Бог такое сказать, отвалились, они никуда не отвалились, но их влияние как бы не ощущается. Ну сейчас вот это к этому идет. Вот, так это вот антисемитский момент, да, так что происходит, что в момент, когда персов бьют греки, ну и македонцы, они бьют не только персов, они бьют эту идею держать при себе евреев и постоянно с ними советоваться. То есть вместе с грязной водой они выкидывают содержание, еврейский мозг, еврейский голос, нет, мы, македонские, я учился у Аристотеля, говорит он, я должен спрашивать у раввинов, да пошли, и вот с этого момента первые две буквы, первые два царства отрываются от третьего и четвертого, от греков и от римлян. Эти уезжают совершенно в своем направлении и заканчиваются тем, что как будто бы они просто пропадают, разрушаются, от античности не остается ничего, дымящиеся останки, которые разбирают варвары, набежавшие в римлян, а что в итоге? А в итоге вот такой вот упрощенный иудаизм для бедных, извините, кастрированный, хорошо было бы обрезанный, но он кастрированный, все, все отрезано, что только можно, оставленный вот какой-то такой маленький кусочек, выжимка какая-то, и все-таки все равно еврейские ценности продолжают, конечно же, путь внутри истории человечества только без должного уровня культуры и образования, в общем, в чем дело, потому что культуры и образования сама отказались они от евреев, и культуры и образования, они сказали, что нам евреи не нужны, и вот такой получился удивительный разлом, это удивительный, на самом деле, исторический момент, так вот, а вот все-таки еврейская история не столь всегда была этична, ведь мы же говорили об этом много раз, многие эти, на многих, многие века происходят совершенно неэтичные поступки, вы абсолютно правы, и абсолютно правы, и перенимать там особо нечего было, потому что творили жуткие вещи, евреи очень часто отклонялись от своих ценностей, от ценностей, но что, главы еврейского народа, наша элита, наша раввинская верхушка, establishment, они всегда держали традицию, они всегда могли рассказать, как правильно, и рядом с ними всегда были люди, всегда были ученики, это все всегда передавалось из поколения в поколение, конечно, некоторая часть народа, иногда больше, иногда меньше, отваливалась от этого правильного поведения, но то, что кто-то ведет себя неправильно, это же один разговор, это же не означает, что прекращается, традиция, прекращается жизнь наших ценностей, прекращается жизнь нашего интеллектуального богатства. Так может быть наоборот, тебе хуже, если существует ценности, традиции, а народ отваливается из них. для народа, который отваливается, это страшная вещь, он страшное наказание понес, мы за это получили по полной программе, как известно, потеряли одно царство, потеряли другое царство, резали нас, убивали, только что с нами только не делали, за то, что мы плохо сядли, но при этом традиция не прервалась ни на одну секунду, все несли, все передавали, все рассказывали, от равина в другом, муравину, из поколения в поколение, это все всегда было и все всегда хранилось, именно вот этот вот интеллектуальный элемент, вот этот цимис, вот эту верхушку интеллектуального еврейского народа, ее очень ценили как вавилоняне, так и персу. Те понимали, они очень понимали, что евреи могут развращаться, вести себя как угодно, но вот этот вот блеск равинского интеллекта, талмудический интеллект, его надо хранить, им надо пользоваться, и еврея нужно обязательно держать при себе для всех важнейших государственных решений для создания определенного климата в стране, для определенного влияния на страну. Так что, фараон понимал? Египетский фараон и тот, метр с кепкой, урод, понимаешь, моральный, физический, он понимал, что надо все дать этому еврею, потому что у него прям все в руках горит, у еврея. То есть потеря евреев привела к деградации мира. Это, к сожалению, абсолютно очевидный факт, который мы не только тогда видим, не только тогда, когда греки и римляне отказались от уважения к еврейским ценностям, скажем так, это всю историю человечества происходит, когда нас выгоняют из очередной страны, эта страна в кое-то упал. Это известнейшая вещь, то есть это никуда тут не денешься, он, какая была Испания, и что случилось, когда евреи оттуда ушли, какая была Португалия, какая была Германия, и сейчас она опять, понимаете, удивить парадокс. Какой он был? Да. А что хорошего? А что хорошего? Ну а что хорошего? Ну и что? Зато балет, на скрипке как играли, ну что? Удержалась, как вы стали уезжать. Капут? Да, Капут. Факт начался... А до этого было прекрасно? Нет, нет, не в этом смысле. А страна разрушилась? Страна разрушилась. Она развалилась, не понятно. Понятно. Идеология подвижена. Безусловно. Но факт, остается фактом, что еврей поехал, еврей поехал, и страна развалилась. Это факт. Это вторично. Еврей побежал, у еврея жнюх. Это тоже правильно. И это тоже правильно. Но никогда не поймешь... Еврей побежал, потому что она уже разваливалась. Усташается все. Да, поэтому... Идеология. Да. И поэтому, видите, вот что произошло, что с какой скоростью Германия вышла на... верующую позицию в Европе, когда опять хлынули эти сумасшедшие евреи, понимаете, которым мало, понимаете, которых там уже 35 раз. Не один раз. И не два раз. Шут только с ними там не делали. Германия двинулась при Эйзенхауэре, когда там еще почти не было. Да, да. Но в итоге мы видим ситуацию, что сегодня в Европе огромное количество евреев находится в Германии, огромное количество евреев находится в Англии, и вот эти вот страны, собственно... Ну, поехали евреи туда, потому что некуда уже ехать туда. Понимаете, это тоже вылезно. А те, которые поехали в Германию, в принципе, они большую часть на пособиях сидели. Понятно. Нет. Так я не о том и говорю... Я не говорю о том, что они помогают. Я говорю о том, что они просто там присутствуют. Уже хорошо. Да, это другое. Они там есть. Уже классика. Да, уже дают благословение. Это очень известные все вещи. Поэтому, значит, в итоге, когда мы возвращаемся с текст, мы видим, что, говоря о пророчестве, связанном с Вавилоном, пророк Ешаяву говорит нам вещи совершенно непонятные. Мы с вами начали считать и проследились в прошлый раз. Пророк Ешаяву действует при царе Хискияву. Допустим. Допустим, что сейчас 13 глава это уже царствует Хискияву. Ну, за ним еще должен царствовать 55 лет после Хискияву. Только один Минаше, его сын. Потом он царствует пару лет Амон, сын. Потом должен царствовать царь Ешая. Потом, значит, за ним Яким. Потом Циткияву. И потом еще 50 лет вавилонского изгнания до разрушения Вавилона и до захвата его перцев. Понимаете? Это в любом случае 150 лет времени. Понимаете? 150 лет до того, как запахнет какими-то проблемами у вавилонян. Они еще даже не набрали вес. Это еще молодой такой волк с совершенно абсолютно наточенными такими зубами и челюстями, которые готовы кого угодно перекусить. Это еще молодая нация. Им еще 150 лет до проблем. И в этот момент выходит на арену пророка и начинает рассказывать про разрушение Вавилона. Это, конечно, удивительная вещь. То есть что он показывает заранее, заранее, заранее. Что весь план, весь план, он как будто бы начинается сейчас. Когда сейчас? Он начинается сейчас потому, что сходит Ассирия. Ассирия, которая сейчас должна атаковать Иерусалим. После этого погибает все войско и после этого начинаются уже совсем большие проблемы Ассирийцев и Вавилоняне их победят. Вот из-за ослабления Ассирии начинает Вавилон выходить на первой позиции. Поскольку он начинает выходить на первой позиции, пророк Иешаеву сообщает, а вы знаете что? Уже все до конца просчитано и рассчитано. В этом вопросе. То есть этот вопрос как шахматная партия, которая далеко-далеко просчитана грасмейстером. 10, там, 12 годов вперед. Все уже просчитано. То есть вот сейчас они только выходят на арену, я сейчас расскажу, что через 150 лет с ними будут. Вот они вот попомните мое слово, как будто говорит, пророк Иешаеву, что смена вот этих вот гигантов на политической арене, кстати говоря, к смене власти, это вот в нашей стране тоже очень хорошо подходит. Да, смена этих тяжеловесов на политической арене, она настолько заранее вся просчитана, что человек, который, слава Богу, как мы считаем, на том стоим, имеет свободу выбора, он должен нюхом чуять, откуда уже тянет дымом и тянет ли им уже, вот, и понимать, что если уже начинается какой-то вот этот страшный поворот этой исторической шестеренки, на которой все висят, то есть ты должен оказаться в самом спокойном и безопасном месте, есть тебе жизнь дорогая. Потому что когда уже вот этот скрип от исторической колесницы пошел, то тут уже не до того, чтобы зевать, считать ворон и читать газеты. Потому что на это уже нет никакого времени и возможности, надо просто собирать чемоданы и оказываться там, где менее оглушителен этот скрип исторических колес, как-то где-то в спокойных местах. Так вот, Маса Баве. Давайте еще раз первые слова. Ноша Бавилонская. То есть это пророчество называется Ноша, потому что это тяжелое пророчество про Бавилонскую. Ашер, которое Хаза видел Ешаягу Бен Амот, сын Амот. Еще раз подчеркнуто, мы с вами в прошлый раз говорили, что это видел именно Ешаягу, то есть именно за полтора века до проблем, то есть Бог знает когда, он уже все это подробно описал. Значит, давайте прочитаем один посух хотя бы, и я буду рассказывать, что тут на самом деле он на пророче. Посух Бет говорит, Аль-Гар на горе Нишпе. Очень редкое слово. Шафуй это означает как бы абсолютно спокойный и без мятежа. Это тот, кому не предъявляют никаких претензий. Например, в Талмуде, в трактате Баубатра мы знаем с вами, что человек, который хочет овладеть недвижимостью, он должен просидеть, прожить в этой недвижимости без шуфи, от этого слова Нишпе, без шуфи, абсолютно без претензий со стороны кого-либо другого, а в течение трех лет. Три года он прожил, теперь если к нему приходит человек и предъявляет ему свои права на это имущество, на эту недвижимость, и говорит ему родной, что ж ты живешь в моем доме, это же вот свидетельство о собственности мой дом, он говорит, ты мне этот дом продал, я да, а где документ продажи, я не обязан хранить документ продажи больше трех лет, по еврейскому закону это так, ну по американским, по русским законам есть разные другие цены, цифры, 5 лет, 10 лет, но у нас еврейский закон говорит, что три года человек, если он не хранит документы, сам дурак, то есть этот придет за два дня до конца трехлетнего срока, хозяин скажет, пошел вон, и ничего нельзя будет сделать, надо будет пойти вон. В Израиле они держат не разрушают арабские дома со времен войны за независимость. Арабские дома это другая. 48-й год. Это совершенно не про то, понимаете, мы же говорим про отношения между евреями, по-хорошему говоря, то есть международный кодекс другой. Что собственно там вообще делает кто-либо кроме представителей нашего народа на святой земле, это хороший вопрос. То есть они там делают потому, что Всевышний кто-то поставил за какие-то там заслуги и за наши плохие поступки. Но в принципе говорят, что у них там есть какая-то хазака, что они там как бы прописались. Это совершенно бесполезное занятие. То есть как только будет нужное время и нужные люди появятся, они оттуда это все уберут за одну секунду и не будут спрашивать каких документов. Это не о том разговор. Разговор о том, что вот сидит еврей в еврейском доме, в квартире живет и приезжает хозяин. Он говорит, все, до свидания. Где ты был три года, что я спокойно живу без всякого, это называется без шуфи. Это слово шуфи означает, что никто не приходил. То есть если бы хозяин хотя бы передал через кого-то, что я приеду в течение трех лет, кому-то рассказал, что я сейчас тебя выгорел, или что ты там делаешь, хоть вопрос задал. Это уже было другой разговор. Но когда три года вообще ни слуха, ни духа, да, конечно, если он там сидел в тюрьме, бывают всякие случаи, да, мы позволяем. Это разные, совершенно другие разговоры. Но когда это нормальный человек, который три года вообще не предъявляет претензий против, так он действительно может продать. Потом выкрал документ, например, и приехал, забирает. И тот кричит, благим матом, вот это все же может быть другим, и так тоже. То есть, короче говоря, вот это называется слово. То есть, на горе абсолютно непререкаемой, вот прекрасное слово, непререкаемая гора, спокойное место. Сыу вознесите Нес. Ну, Нес, вы знаете, это не только чудо, это шест со знаком, наговоряется. То есть, на вот этой вот спокойной, непререкаемой возвышенности поднимите повыше знак, говорит пророк Ишая. Гариму возвысьте, коль голос, лаэм для них. То есть, вы должны каким-то голосом громким обратиться к кому-то. Пока совершенно непонятно, о ком разговор. Ханифу помахайте яд рукой. Три этапа. Сначала вы поднимаете высоко-высоко-высоко знак, чтобы люди, которые очень далеко его увидели. Потом, когда они подойдут на расстояние, когда только можно будет услышать громкий крик человеческого голоса, орите, что есть мочи, чтобы они вас услышали, зовите их. А потом, когда они подойдут на расстояние, когда они смогут вас увидеть уже, как следует разглядеть, машите им руками, зовите их, и зовите. Вот такое. Питхей, бияву, и они придут. Питхей, во врата, надевим. В данном случае, вельмож, то есть, имеется, слово надев означает благотворитель, то есть, очень важный вельможа, который еще занимается благотворительностью при этом. То есть, что происходит? Три этапа подавания знаков, призывания кого-то, чтобы кто-то вошел в ворота вельмож. Объясняет Мальбин, напоминает нам, через 150 лет коллапс произойдет при царствовании Вальтосана, Большца, пара по-еврейски, вавилонского царя, последнего вавилонского царя. Значит, в последнюю ночь своего царства подумав, что еврейские духовные ценности уже больше никогда не будут восстановлены, он неправильно посчитает годы с момента начала вавилонского изгнания, и подумав, что 70 лет прошло, а в Иерусалим не восстановили, он устроит специальную гулянку. это совпадет как раз с атакой со стороны персов. То есть, как раз в эту страшную ночь, когда он будет справлять с надеждами жидов на восстановление сианистского государства, покончил, и он будет страшно радоваться, и он будет пить из сосудов Иерусалимского храма, будет получать огромное удовольствие от того, что пророчество Ермиягу не сбылось. Он будет сидеть, и он увидит на стене знаменитая эта вещь, написанного в книге Даниэля, что он увидит страшную оторванную руку, такой жуткий призрак, который на стене напишет ему мана, мана, так, алюфарси. Значит, несколько загадочных слов на непонятном языке. Такая картина есть. Да, конечно. Совершенно верно. Вот. Вот эта вот рука с этими буквами, причем Рембрандт Харкенс в Андрее, он, как вы знаете, к евреям очень хорошо относился. И он специально советовался, там узнавал, как это правильно все нарисовать, у него там прям хорошо все написано, как оно нужно. Вот. Ну, за исключением, конечно, картины про живоприношение Авраама с кухонным ножом, который просто обезоруживает зрителя. То есть, вот этот вот нож, который, видимо, он срисовал со своего кухонного, которым резал Мсяо, да, это, конечно, ужасный момент, но лишь хиты, как вы понимаете, далеко не похожи на кухонный, но это отдельно. Короче говоря, ну и ребенок, конечно, которому 37 лет, и все, ну все, там куча всяких тонкостей. Ну, он так это увидел. Вот. Но, это надпись, страшная надпись, она просто буквально согнала с него весь хмель, с Бальтасара, он немедленно позвал Даниэля, который все продолжал там быть, понимаете, то есть, евреев никуда, никуда не отпускают, все время были рядом, и все время к ним обращались, и все время, так сказать, уважение большое было, умный сильно, так, и попросил его растолковать, и он ему растолковал, так нежно и ласку, что тебе, кай, здесь написано, что сегодняшняя ночь, последняя ночь Великого Вавилона. Все. И в этот момент происходит то, что говорит пророк Ишайяло. Что именно происходит? Говорит Мальвим, как это обычно бывает, и как написано в исторических книгах, что в эту ночь, пока Бальтасар, Бальтасар пировал, его довольно близкие сановники устроили заговор, и сами завели в город персидские авангарды. То есть, они открыли ворота, ну, как это бывает, открыли ворота, запустили очередного Казалавогород, и таким образом, в итоге подписали приговор. Вавилон. Так, смотришь, что происходит? Вы должны на непререкаемой горе, то есть, горе, в которой нет ни единой придирочки, абсолютно спокойная гора, то есть, Вавилон. То есть, это, во-первых, гора, это возвышенность, все смотрят на этот Вавилон, он до сих пор снизу вверх. Считается, что это совершенно непобедимая могущественная империя. Да? И вот все смотрят на эту империю. Да? Да. Все считают ее непобедимой. В результате, значит, что нужно делать? Нужно звать перс. То есть, фактически, что происходит? Что пророк Ишаял обращается к этим предателям, вавилонским сановникам, которые вот сейчас вот они что делают? Они предают своего царя Бальцара. Он к ним обращается и говорит, выходите на возвышенность и поднимайте высоко шест со знаком. То есть, сначала вы должны поднять высоко шест со знаком, чтобы вот далеко еще стоящие персидские солдаты увидели, что вы их зовете. когда персидские солдаты подойдут поближе, вы должны будете им крикнуть, подать специальный условный сигнал голоса. А когда они подойдут еще ближе и смогут вас увидеть, вы еще должны их звать рукой, махать им рукой. Что это означает? Это означает только то, что персидские солдаты очень опасались приближаться. То есть, их нужно было специально вызывать, их нужно было специально науськивать. Давай, давай, ничего не бойтесь. Сначала знак, потом голосом, потом еще руками. Ну, давай, давай. То есть, это был страшный момент прийти в этот абсолютно непобедимый мавилон и победить его. Это было очень страшно. Другого пути вызвать не было, послать письмо. Они уже послали. Нужно было показать предатели должны были показать, что они все еще готовы предавать. Что это никакая не ловушка. Что они их специально зовут. Давайте, давайте, ничего не бойтесь, не волнуйтесь, дорогие товарищи персы. То есть, вот это вот нужно было все организовать. И, чтобы они пришли во ворота этих сановников. Обратите внимание, тут каждая деталь, конечно, что эти сановники вавилонские называются, последнее слово стиха словом надевим. То есть, именно те люди, которые дают пожертвовать, благотворить. то есть, захват вавилона это захват города, который наполнен людьми, которые занимаются благотворительностью. Какой такой благотворитель? Имеется ввиду, что они настолько в себе уверены, это очень важный момент, что они даже дают сдаку. И, в принципе, человек начинает заниматься благотворительностью, в принципе, нормально, тогда, если они не какой-то великий правиль, тогда он уже настолько уверен в своих деньгах, что ему точно хватит. И его дети не будут нуждаться. То есть, есть лишнее. И вот он это лишнее, будучи совершенно уверенным, что у него все абсолютно в порядке. Он уже начинает раздавать, он уже называется надев. То есть, вот это тоже передает ощущение тех людей, которых взяли тепленькими. Они были абсолютно уверены в том, что у них все в порядке и в финансовом плане тоже, и вообще до них просто не достать никак. И это очередной пример того, как империя, которая совершенно полностью уверена в своей непобедимости, в полном покое и порядке, рушится за землю. Дальше посудки говорит, они я цивейти приказал лимекудашай моим освященным, моим святым. То есть, как будто Бог через пророка Ишиаеву передает, что я говорит, моим святым что-то приказал. Сейчас разберемся, кто это? Гам, также карати, карати, я призвал гиборай могучих моих ле а пи для гнева моего. А лизей очень редкое слово радующихся гавати моему величию. Значит, еще раз сложная фраза. Я приказал тем, кто у меня освящен и также призвал своих могучих ради своего гнева и радующихся моему величию. Шит такой. Во-первых, на всякий случай этими кудашай мои освященные, как вы просто черные по белым, пишет Мальвик. Это вот те самые предатели вавилонского царя, освященные всевышним называются священные, которые, пишет Мальвик, которых дворец освятил, чтобы взбунтоваться против их хозяина. Фраза, которая вообще поражающая, как можно сказать про Бога, что он вообще освящает от слова святость, даже не от слова свет, освящая каких-то предателей, которые выстают против собственного господина. Оказывается, слово Мекудаш освященное, оно не обязательно означает именно святое, оно означает выделенное, мы говорим, то есть специализированное для чего. То есть эти люди, они настолько важны для человеческой истории, чтобы открыть ворота, чтобы, так сказать, золотая голова перешла в серебряное тело, чтобы Вавилон сменился на Персию, что они специально выделены приготовленной Творцом, эти люди. Дальше. Также я позвал своих могучих, только и мои могучие, все вышли, говорит, это армия Персов, его могучих, то есть это все люди, и эти предатели, и Персы, которые бегут с мечами рубить вавилонян, это все люди, которые как будто, говорит, пророки Шаяу, специально выделены и назначены Творцом. Они еще не родились, понимаете, мы к ним сейчас обращаемся отсюда, мы им кричим, вы идите на гору, вставайте, поднимайте, кричите, зовите, машите, их еще в проекте, родители еще не родились, этих людей. А мы, говорим, вот давайте, то есть что это такое? Это означает, что процесс человеческой истории в его крупных узлах, он там за 200 лет, за 300 лет, вообще на всей протяженности все известно, основные повороты все уже нарисованы, точки. И поэтому, конечно, за 150 лет до всего этого дела такая детализация, вот эти вот, сейчас я обращаюсь к предателям, а сейчас я обращаюсь к персидским воинам, дорогие товарищи, ничего не бойтесь, действуйте, потому что время Вавилона пришло, нужно менять одну империю на другую, удивительные вещи, что значит могучие для моего гнева и радостные моему величию. Говорит Мальмин, что существует в общем и целом два вида людей, которые с удовольствием идут на войну, потому что, как мы с вами прекрасно понимаем, есть очень много людей без всякого удовольствия, идущих на войну, просто потому, что необходимы. Например, для того, чтобы защищать родину, есть такая профессия родина, защищать, как нам рассказывали в детстве, вот, и, и, кроме этого, есть целый ряд товарищей, которые воюют с огромной радостью, энтузиазмом. Что это за люди? Первые люди это звери панатолии. То есть, людям приятно вот эти вот рубители, чтобы во все стороны летело. Что это было от этого? Харфа! У кого какие развлечения? Один компьютер на игры играет, другой книжку умную читает, а третий этого не любит, не нравится ему. Ему не любит, прям, вот, дай только в кого-нибудь острым предметом потыкать, чтобы из того что-то полилось. Ну, вот так. Это первая группа товарищей. А вторая группа товарищей, те, которые, в общем, может быть, не специально, чтобы кого-то резать, но чтобы показать свою мощь неизбытную. Потому что где он у него покажет? В трамудическом споре, извините, нечем участвовать в этом споре. А, а по мордикам так дать, чтобы тот прям без головы остался, так треснуть ему по башке, что ему голова путьяло. Ах, это же войти в историю? Это же про тебя летописцы напишут. Вот в самом центре Саварушки во время вот этого вот рубки этой, когда всех-всех убивали, наш главный рыцарь такой-то, такой-то, как взял и прям руками оторвал башку. Ах! все, пошел в историю. Значит, искомое, желаемое, теперь достигнуто, теперь уже больше ничего не нужно. Так вот, эти двои группы, они удивительным образом здесь упоминаются, все переформулировано. Творец говорит, вот эти вот люди, которые идут для того, чтобы просто рвать на части других людей, то есть у них такая гневная организация, они такие страшно злые люди, они думают, что они идут других людей убивать, они ошибаются. Они называются, вот эти персидские воины, они называются моими могучими, которые пришли ради моего гнева. То есть, поскольку творец решает сейчас покончить с Вавилоном, эти люди не только думают, что они идут резать для своего удовольствия, это вообще уже, они превращаются как будто бы в таких зомби. Это популярное сейчас тело, вы знаете, кино показывают про зомби-апокалипсиса всяких. Слава Богу, я не смотрел, но вы знаете, когда летел из одной страны в другую, значит, на Дельте, там через ряд какой-то молодой человек смотрел про этих зомби, пять минут, понимаете, мне хватило, чтобы понять, сколько денег, во-первых, это стоит, куда идут народные деньги, на что тратят, понимаете, колоссально, миллионы и миллионы, вот эта вся массовка, вот эта вся компьютерная графика, невероятная, невероятная, качество. есть категория людей, которым это нравится, еще какое, понимаете, иначе бы не делали, понимаете, там, ну, ну, фильме Андрея Арсеньевича Тарковского, человек идет в кадре, какие-то там вещи стоят, потом кадр медленно переезжает, куда ты еще, другие вещи, что, никто никого даже голову не оторвет, ни разу, ну, очень много, очень много длинно, понимаете, надо дуть, картины, символы, это же, понимаете, это же, а тут не надо ничего, вот, тут ничего не надо, тут тебе показывают, экшен, красота невозможная, вот, мозги не нужны просто, вообще, не требуется, сейчас вы знаете, на этой моей странице, не приоткрытой иторией, будет вспомянутой в пророках, в фейсбук, да, там как раз идет обсуждение философской школы, значит, затеянной евреями в 1930 году, по их ретой исчислению, где как раз обсуждались эти проблемы, насколько человек стандартизуется, и насколько интеллект перестает использоваться, они страшно забили тревогу, еще до войны и после войны написали на эту тему, что вот, собственно, род человеческий совершенно по-другому выглядит, то есть, набор стандартных реакций, и то, что раньше считалось правильным, чтобы человек продумывал, сопоставлял аргументы, сомневался в чем-то, вот эти все вот этапы интеллектуального процесса, просто отмирай, так всегда было, с большинством это было всегда, да, да, может быть, но, понимаете, сейчас же это все встало на конвейер, потому что возникло телевидение, возникла массовая культура, из-за этого это все, оно просто, просто раньше эти примитивные люди, они не имели возможности, раньше не было мидии, да, такого размана, сейчас это все показывается, это все тебя, тебя этим кормят, и ты прям из этого уже состоишь, да, да, то есть, ты превращаешься в такой человекообразный кусок топкорна, зомбирование, да, вот, но это отдельный тем, так короче говоря, вот эти вот люди, которые, творец, мы про зомби говорили, да, как бы зомбируют, они идут, вот эти зомби, идут с мечами захватывать вавилон эти перцы, они думают, что это не для себя идут, ничего подобного, это глубокая ошибка, и те, которые дальше написано радуются моему величию, это те, которые думают, что они зачем идут, показать себя, войти в историю, совершить подвиги для прекрасных дам, ну, или не обязательно для дам, вот, просто вообще, чтобы их записали где-то уже, чтобы моя фамилия где-то была, чтобы осталась, так написано, что это радующиеся моему величию люди, они думают, что они идут радоваться своему величию, так они ошибаются, это все божественный проект, это проект, который настолько рассчитан и рассчитан, и никаких не может быть отступлений, что все эти люди, те, которые рвать, это на самом деле не их будет гнев, это будет гнев сверху, и те, которые идут себя показывать, это не их будет величие, а величие божественное, то есть это все абсолютно запрограммировано, дальше больше, по сути, далее, педя, коль, гамон, голос толпы, беарин, на горах, дымут, подобие, ам, народа, рах, многочисленные, то есть это удивительные вещи, которые сплошь и рядом в книгах пророков встречаются, когда пророк уже видит, то есть мы с вами говорили, что иногда пророк даже картины рисует, у нас с вами был такой долгий урок про то, как пророк Ишеяев должен был рисовать панно, так сказать, бородинское панорамо, а здесь вот он уже видит, что будет, как прямо это будет через 150 лет, он видит этих персов, которых уже, ну, которые вообще под стол пешком сейчас ходят, которые, ну, абсолютно еще никакие, они еще вообще не игроки на исторической арене, Вавилон, он хоть выходит сейчас в этот момент на историческую арену после падения Осирии, перцев еще как таковых просто нет, так сказать, вот они еще не имеют никакой империи, никаких акименидов еще нет, фактически, и, это маленький такой кусочек карты, совершенно незначительный, который абсолютно под Вавилоном, абсолютно, да, так и что, сейчас в этот момент он уже видит на горах, он говорит, я вижу на горах голос, да, слышит, то есть, слышит голос этих толп, персидских солдат, которые спускаются с гор, прямо их слышит, и дымут подобие народа великого, то есть, это очень интересно, дымут призрак, подобие призрак, то есть, как будто бы, вот пророк Ишаял, со святой земли, он как бы поворачивается туда на восток, и он как будто бы видит эти горы, видит эти толпы страшные, вооруженных людей, вот эти призраки, которые не из прошлого, а из будущего, призраки из будущего, всю эту текущую страшную персидскую армию, которая пришла захватывать Вавилон, он ее прям лицезреть, кино смотрит, Амрав, что значит? Амрав, народ многочисленный, вы знаете, что слово Рав, Равин, это правильно переводящее слово, именно как многочисленный, почему он многочисленный, как в таких случаях мы говорим, вы одни, а нас много, что в принципе Равин, это человек, у которого должны быть многочисленные знания, должны быть. Слово из понятия знаний, знаний, да? Да, Рав, да. Не числа, а знания. Да, да, да. Так, коль, голос, кшеон. Ну, слово шеон однокоренное со словом шоа, на самом деле. Звук, катастрофа. Гву, да, шеон. Шоа – это женского рода, шеон – это мужского рода. Сложно сказать, наверное, наверное, надо сказать, что шеон – это, поскольку в мужском роде обычно более сильные понятия в языке у нас. это более сильный вариант определения катастрофы. шеон, то есть звук страшной катастрофы. Мам-ле-хот – царств, да, го-им – народов, не-сафим – собирающихся. То есть страшный такой вот голос, который приводит к разрушению, приводит к катастрофе. Жуткий грохот. То есть вот сам голос, знаете, это, кстати говоря, бывает вещь такая, да, что человек по звуку понимает, в старые времена это было очень часто, просто по звуку уже понимает, что грядет страшнейшее разрушение катастрофы. То есть когда ты понимаешь, какое количество солдат идут захватывать тебя, не дай бог, ты понимаешь по тому, как грохочет земля, и по тому, какие страшные звуки человеческих криков, и ржание лошадей, и удары мечей, а щиты, и вообще все, что там производилось, да, по этому чудовищному шуму ты можешь представить себе уже практически в этом шуме уже, когда видишь страшную эту катастрофу, которую она все несет. Это то, что он говорит, и главное, ашев, знаете, четырехгуквенное имя, цвапот, бог воинств, то есть именно творец, который организует эту всю войну, мефакед, назначает, знаете, есть слово покид, да? Служащий. Сегодняшнее современное слово покид. Покидиев слушает, да? Значит, работники слушают. То есть творец назначает, все равно, что вот, он как бы раздает трудовые книжки просто этим всем людям, которые должны устраивать разрушение Вавилона. Лично. Цва-милхама. Войско для войны. Цва-милхама. То есть творец назначает лично это войско для войны. И здесь уже в пятом стихе это поднимается на совершенно другую, совершенно другую высоту. Как будто бы это не перс. И как будто бы эти предатели это не совсем обычное валиование. То есть как будто бы вообще вся эта страшная захватническая война, она производится силами каких-то более высоких существ. То есть как будто это какие-то танники от Творца, буквально ангелы какие-то. Это все организуют. То есть, в всяком случае, ощущением в следующем стихе, смотрите, Баим приходят Ме-эрец из земли Мерхак. Отдаленный. Микце от конца Ашамай небес. От конца небес. То есть, то, что они приходят отдаленной земли, понятно. Как будто бы они приходят с конца небес. То есть, как будто это не совсем вообще земное вторжение. Типа пришельцы какие-то просто. То есть, эти персы, они настолько управляются сверху, что как будто бы они даже уже не собственные люди, а это как будто бы вот такая сила, которая сверху, с небес направлялась. Ашем, Бог, ухлей и инструменты за амо его ярости, его гнева, Бог и инструменты его ярости, лехабель, травмировать, разрушить. В данном случае, полностью испортно. коль ааретс, всю землю. То есть, фактически, это уже точное определение, что вот эти все люди, которые осуществляют исторический переворот, это хлей за амо, это инструменты в руках Бога, который прям вот специально их использует для того, чтобы лехабель, коль ааретс, уничтожить всю землю. Что такое уничтожить всю землю? Никто никого не уничтожал. Да, конечно, рубка была чудовищной. Всех вырезали, этих мобелонян, перцы там не щадили, это был кошмар, что творится. Это как обычно в те времена замечательно. Но, что значит лехабель, коль ааретс, уничтожить всю землю? Здесь есть такой очень важный намер на то, что смена империи это как будто бы смена всего мира. Это очень важный мир. То есть, руководящая империя в мире, главная империя, главная страна, которая диктует, из-за которой там, в затылочек, все выстраиваются. Когда она меняется, это все равно, что уничтожили всю землю. То есть, вся предыдущая ветка цивилизации отрубается и растет что-то совершенно новое, происходит что-то совершенно другое. То есть, так же, как мы видим, что довольно долго уже в человеческих цивилизации лидирует все-таки наша страна, Соединенные Штаты Америки, понимаете, значит, мы видим, что это как бы определенная ветка. То есть, Земля, весь мир, ну, то есть, планета, она имеет определенный вид. Благодаря этому. Определенный что? Вид определенный. определенный вид, определенные ситуации, определенные отношения, все это концентрируется вокруг чего? Вокруг лидера все-таки. Есть лидер, который так или иначе, и даже те, кто не согласен с лидером, они выстраивают свою политику, естественно, для соотношения с этим лидером какие-нибудь китайцы. Если, допустим, не дай Бог, мир полностью поменяется, и, например, представим себе такое, а многие это пророчат, что через 10 лет первой страной в мире будет не Соединенные Штаты Америки, а Китай, не дай Бог, то здесь это случится. Если это историческое колесо таки развернется, это считается, что все уничтожено, что все связи, которые были, что все взгляды, которые были у людей, то есть, когда миром руководировала одна страна, они полностью убираются, и как будто вся земля уничтожена, как будто на пустом месте начинает строиться что-то новое. Конечно, это не буквально, но учитывая какой колоссальный передел собственности, передел идеологический ждет мир от такого момента, когда, например, капитализм лидирующий, просто возьмет и поменяется на социализм лидирующий, с этими китайцами. То есть, вообще, это абсолютно другой подход и абсолютно другие ценности, и когда эти люди начнут быть везде и везде диктовать, это совершенно будет другой мир. и внешне, вы понимаете, вот эти специфические глаза и специфические вообще черты лица, все это знак того, что все по-другому будет, как видите, все это. И вот этот вот момент смены Вавилона на Персию так и называется, лехабелькулярец, там вообще все, что было, как коровы языком слизывают. И начинается эпоха Ахименидов, персидская эпоха, совершенно другое время, совершенно другие стандарты, все по-другому будет выглядеть. А за ними опять коровы языком слизывают, и начинается Македония с диадохами, которые друг с другом воюют, как мы говорили во время ханукальной лекции. Потом Рим, то есть каждый раз это полный как бы оборот колеса. Это то, что здесь мы учим. С Божьей помощью будем с вами продолжать эту тему. Давайте мы выключим запись.